МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем последствия крупной аварии на Кремлёвской дамбе. И пожар в пункте приёма металла на Сибирском тракте. А также полицейские задержали автора деструктивного видео. Видео, размещенного в социальных сетях. Просто переработка. Я уже не могу. Я устал. Я хочу домой. Мужчина признался, всё снимал пьяным. Всё это прямо сейчас. Водитель Лады 9 модели с признаками сильного алкогольного опьянения вылетел с дороги, снес несколько секций забора и остановился на территории мечети в посёлке Борисоглебское. Очевидцы рассказали, что людей в округе было много, рядом гуляли дети. И большая удача, что мужчина никого из них не сбил. Очевидцы пытались задержать водителя, однако он уехал с места аварии. Перед отъездом признался, пёс попутал. Смотрите, что он делает вон. Ё-моё, это что за... Ладу 9 модели. Водитель, который ездил около мечети в посёлке Борисоглебское. На мобильные телефоны сняли местные жители. Живёт он неподалёку. Вероятно, снимает дом. Предположили позже очевидцы аварии. Мужчину здесь видели, но не часто. Мужчина какой-то, какой-то коричневый? Нет, он не местный. Он, по-моему, гражданин. Мини, что ли? Этим вечером он на большой скорости вылетел с узкой дороги. Снёс несколько секций забора мечети и остановился на её территории. Тут же искупить грех не пытался. Хотел уехать, но не дали очевидцы. Они сильно перепугались. Не столько заводителя Лады и повреждённое имущество, сколько за детей и себя. Здесь продалось, что дети тоже играют постоянно. Молодой рук мечети, рождённые территории. А он трезвый, не трезвый? Нет, не в трезвом составе был. Говорят, он сначала ругался и даже угрожал. В основном беззащитным. Он хотел детей избить. Детей хочу избить, говорит, собак спустить. Со взрослыми разговаривал по-другому. Признался, так обычно себя не ведёт. Пёс попутал. Попыток скрыться мужчина вроде бы больше не предпринимал. Автоинспекторов вызвали. И все спокойно пошли в мечеть. Когда вышли, ни мужчины, ни машины уже не было. Когда мы зашли на нас считать, потом они уже, когда вышли, его не было. Один из местных жителей позже обнаружил этот автомобиль около своего дома. И пошёл сообщить об этом автоинспекторам. А тачка стоит у меня в огороде. Но когда он вернулся с сотрудниками дорожно-патрульной службы, автомобиля на том месте уже не было. Мужчину объявили в розыск. Найти его будет несложно. И теперь ему предстоит возместить причинённый ущерб и расстаться с водительским удостоверением. Вероника Гайнудинова, Анвар Шерифулин. Вызов 112. Две девушки, водители-пассажир Хёнде Солярис, пострадали вечером в результате крупной аварии на Кремлёвской дамбе в Казани. Одна из них от госпитализации отказалась, другую после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. У неё было подозрение на перелом пальца. Очевидцы в счастливый случай верили с трудом. Особенно если посмотреть на то, что осталось от автомобиля. У неё палец, у другой у неё шея. Отец девушки-водителя Хёнде приехал на место сразу же, как только узнал об аварии. Говорит, за рулём она год ездит очень аккуратно. Втроём возвращались домой, когда в них врезалась Вольво. Скорость была 60. Но они тут вообще ни при чём. В них уехала, на отбойник и развернула. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажирке, сидевшей сзади. Говорят, спасли ремни безопасности. А представляете, что было бы, если бы мы были пристегнуты? Что говорят? Кто? Что же? Скорее всего, перелом. Водитель Вольво не отрицает. В Хёнде сзади врезался именно он. Но свою вину в аварии не признаёт. Уверяет, вся ответственность лежит на водителе белой BMW X5, который его подрезал. Виноват тот, кто спровоцировал, а по его словам спровоцировала BMW X5. Номера он не запомнил. Они, я так поняла, просто игрались, тормозили, там как-то ездили. Водитель Вольво рассказывает, вместе с внедорожником тронулись со светофора. Что не понравилось его водителю, не понимает. Всю дорогу кроссовер его подрезал. BMW спровоцировала как раз, что-то ему не понравилось. Он меня обогнал, значит, нажал тормоз. Ну, это как на обгон выйти, получается, и вторая машина не даёт тебя обогнать, получается. Ну, только тут наоборот, получается, он тормозился, чтобы я не смог как-то, ну, проехать. А скорость большая была? Скорость, пределы, допустим, небольшая. Ну, как я могу разогнаться сильно, если он всё время меня тормозил? Ну, передо мной не проходил, а это нормально. А он просто уехал. Взял её и протопил, вот так. У Вольво немного повреждён бампер, водитель не пострадал, Хёнда восстановлению, вероятно, уже не подлежит. Кто в конечном итоге ответит за произошедшее, будет зависеть от того, сможет ли водитель Вольво доказать, что авария произошла действительно из-за опасного вождения водителя скрывшегося BMW. Но сделать это будет непросто. Камер видеонаблюдения на этом участке нет. Алия Хырудинова, Анвар Шерифуллин, вызов 112. Восьмилетняя девочка-пассажир Хёнде Солярис пострадала в результате столкновения трёх автомобилей на мосту рядом с посёлком Мусады. В этом месте идут ремонтные работы и организованы реверсивные движения. Девушка-водитель Шкода об этом знала и снизила скорость перед светофором. Притормозил и 24-летний водитель Лады, который ехал прямо за иномаркой. А вот 37-летний водитель Хёнде останавливаться, остановиться не успел. Ил на полном ходу врезался в Ладу. Её, как бильярдный шар отбросило в кроссовер, удар был таким, что Ладу восстановлению уже вряд ли подлежит. Вполне возможно, что нет смысла восстанавливать и Хёнде. Прибывшие на место врачи решили госпитализировать пострадавшую. После обследования и оказания необходимой помощи девочку отпустили на амбулаторное лечение. Будка охранника пункта приёма металла сгорела вечером на Сибирском тракте. Возгорание заметил сторож соседней организации, расположенной на территории той самой промышленной базы. Он же и вызвал пожарных. Рассказал, что сгоревшее помещение отапливалось печью. Вероятно, от неё и распространилось пламя. Работник пункта приёма металла сначала пытался потушить огонь сам. Но когда внутри взорвался баллон, это занятие он посчитал небезопасным и отошёл в сторону. Охранник соседней организации первым заметил возгорание. Он же и вызвал пожарных. Говорит, огонь вспыхнул в помещении ночного сторожа пункта приёма металла, располагающегося рядом. Сторожка отапливалась дровяной печью. Спустя время увидел, как мужчина пытается потушить пламя. Он пытался тушить, а не тушить. Безполезно. А вообще баллон давался. Окончательно справились с огнём прибывшие пожарные. Предварительную причину возгорания озвучили сразу. В халатности. Затопил печку, а у него на печке, видимо, одеяло попало, что ли, лежало. Пока он тут ходил умываться, не умываться, одеяло загорелось. Вот от этого пошло возгорание. Ущерб владельцы пункта приёма металла оценивают как не очень существенный. Офисный вагончик не пострадал. Сам металл не горит. Огонь уничтожил только сторожку. Благо, сам охранник остался цел. Знаете, с его-то здоровьем он весь проспиртованный, ему ничего не будет. Трезвый был вообще, нет? Был пока, да, трезвый. Сейчас не знаю. Окончательные выводы о причине возгорания сделают пожарные дознаватели. Раньяб Драхманова, Анвар Шерифулин. Вызов 112. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали сегодня мужчину, чьи видеозаписи, размещенные в социальных сетях, вызвали волну возмущений у татарстанцев. Вот давайте проверим, сколько у кошек жизней. Ой, вот ты чё делаешь, что ли? Ну а чё ты что ли? Девять. Личность автора этого видео вычислили быстро. Им оказался 31-летний житель Томской области. Его задержали в Альметьевске. Он признался, в Татарстан приехал на заработки, трудился на стройке. Видео снимал сам и по собственной инициативе. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. И это всё, о чём сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-5050 или на мобильный 89869-112-112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин